Ну что ж, третий и заключительный день Международного экономического форума уже, можно сказать, вышел на свою финишную прямую. Подходит к концу этот марафон, который состоял из деловых встреч, подписания контрактов и соглашений. И если хотите, то третий день это такое послевкусие, гонка вот эта, которая длилась почти три дня, уже чуть замедлил свой ход. Поэтому участники форума имеют сейчас прекрасную возможность обсудить и осмыслить все, что происходило здесь в последнее время. И также посмотреть то, что может быть осталось вне их пристального внимания в предыдущие два дня. И в этой связи, конечно, интересна, несомненно, выставка российских регионов, которые впервые здесь в рамках Петербургского экономического международного форума представлены настолько масштабно. И вот мы сейчас находимся, например, у стенда Ленинградской области. Напомню, что буквально накануне Агентство стратегических инициатив опубликовало национальный рейтинг регионов, оценивало их по инвестиционному климату. И вот надо сказать, что Ленинградская область как раз в топ-20 не попала. Ну и поэтому, видимо, теперь придется сделать выводы и посмотреть, а чем же богаты российские регионы, которыми прирастает наша страна. И вот прямо сейчас предлагаю отправиться на такую экскурсию по стендам всех регионов, которые, собственно, вошли в эту самую двадцатку. Вот мы сейчас у павильона, у стенда Тульской области, которая в этом рейтинге оказалась на четвертом месте. И вот посмотрите, здесь и предприятие по переработке зерна, и тяжелое машиностроение, и даже вот завод, фабрика по производству мороженого. Это все перспективные проекты, которые уже реализуются на территории региона. Ну а слоган, который есть у Тульской земли, это «Земля силы и талантов». И надо сказать, что эта земля сюда, на Петербургский экономический форум, приехала вот с такими пряниками. Не конфетами угощают, а вот посмотрите, насколько действительно увесистый, можно сказать, бренд Тульского региона. Ну а как осваивают эту землю, можно посмотреть здесь же на выставке. Вот перспективная планировка одного из нового районов вблизи Тулы. Новые кварталы, многоэтажек появятся скоро. Вот что представляет Тульский регион здесь на Петербургском экономическом форуме. Но не стоит забывать и про саму северную столицу. И вот прямо по соседству здесь представлен проект лахта-центров. Выполнено это все, выполнено это павильон в концепции, собственно, комплекс. Состоит вот из таких стеклянных пластин. Ну а здесь внутри пока что виртуальная презентация, как же будет уже к 2018 году выглядеть эта площадка на улице Савушкина в районе Лахты. Вот у нас есть помощник Савелий, который нам проведет виртуальную экскурсию по берегу Финского залива. С видом на залив будет представлен амфитеатр. Далее давайте с Савелий посмотрим, что будет еще уже через два года рядом со строящейся площадкой Газпрома. Научно-образовательный центр Мир Науки. Вот так он будет выглядеть. И, кстати, делается он при сотрудничестве с Институтом механики и оптики информационных технологий ИТМО. Далее там же уже есть яхт-клуб, который модернизирует. И есть планетарий. Это пока в проекте, но уже к 2018 году обещают, что все это станет реальностью на территории Лахты, рядом с Финским заливом, где можно будет и отдохнуть, и проводить деловые встречи. И, конечно, Газпром это один из партнеров Петербургского экономического форума. Но мы отправляемся дальше и снова к российским регионам. Посмотрите, вот лидер инновационного рейтинга, который представляло Агентство стратегических инициатив, это уже Республика Татарстан. И вот какие пока что перспективные проекты. Парк развлечений на берегу Волги. Далее не забыли и про тяжелое машиностроение. И про мост через Каму, который пока находится на стадии проектирования и соглашение о строительстве которого как раз подписали здесь накануне. А также появится в Татарстане мультимодальный логистический центр. Вот как он будет выглядеть. Построить его должны уже к следующему, к 2017 году. И, в общем, Казань становится такой реперной точкой между Европой и Азией. Напомню, что как раз накануне на пленарном заседании здесь в рамках международного экономического форума президент Владимир Путин говорил о создании большого проекта Евро-Азии. Вот, собственно, Казань, которая находится на стыке этих двух больших регионов, станет, собственно, таким вот центром слияния Европы и Азии. Здесь, конечно, можно не только ознакомиться с проектами, но еще и, как говорится, делу время, а потехе час, сделать еще вот такое арт-селфи. Ну, все вы знаете уже, наверное, может быть, даже кто-то попробовал новую технологию, которая называется Призма. Ну, вот давайте тоже попробуем сделать наши арт-селфи. Нам придется вот здесь нажать такую кнопку, а дальше переместиться, уже встать перед камерой. Вот буквально 10 секунд на все это нужно. Так, не нажали мы, подводит нас современные технологии. Вот, пошел обратный отсчет уже. Ну, что ж, давайте оставим на память немножечко тоже о своем участии в рамках этого экономического форума. Здесь на стенде Республики Татарстан. Вот, собственно, получился у нас такой снимок в режиме прямого эфира. Дальше здесь можно выбрать современные фильтры. Это не совсем Инстаграм, это нечто большее. Ну, давайте, например, в стиле Эдварда Мунка что-то попробуем. Через буквально пару минут все это появится уже в Инстаграм-аккаунте региона Татарстан. Ну, а мы пока отправимся еще на экскурсию по другим павильонам, по другим стендам. И вот Краснодарский край, который в национальном рейтинге агентства стратегических инициатив оказался на седьмом месте. Вы видите, это не только житница России Кубань, это еще и современные инновационные разработки. Видите, какое внимание приковано. Кому бы вы думали, вот этому замечательному роботу, которого зовут Робби, давайте с ним поздороваемся и спросим его о впечатлениях от этого форма. Робби, привет! Здравствуйте! Робби! Да, да, журналисты. Робби, скажи, пожалуйста, тебя еще не замучили посетители? Ну, мы же в Кубанье, у нас нет подобной функции, нас никто не может замучить, мы сами замучаем, кого хотим. Робби, да, ну вот действительно, некоторые твои коллеги здесь на форуме, я хочу сказать, не один такой робот, есть еще здесь в рамках павильонов и другие. Один из них, кстати, перепел Шнура, исполнил знаменитую композицию на лабутенах. Робби, а ты бы готов попробовать исполнить? Ты знаешь, что такое лабутены? Скорее всего, это марка обуви. Данная песня мне тоже неизвестна. Можно ли ты исполнить что-нибудь из произведения? Скорее всего, у меня получится их исполнить гораздо лучше. Владимир Серега, для выставкового года. А дальше нельзя. Формат мероприятия не позволяет. Что ж, спасибо, Робби. Робби еще, кстати, умеет играть на гитаре и уже собрал здесь бурные аплодисменты аудитории. Ну а мы двинемся дальше. И я хочу напомнить еще все-таки... Спасибо, Робби. Я хочу напомнить все-таки про результаты, которые принес этот экономический форум непосредственно Петербургу. Объем привлеченных инвестиций по итогам подписания всех соглашений. Это 118 миллиардов рублей. И проведено здесь на площадке петербургского стенда более 20 деловых встреч. Подписан ряд соглашений, на которые, в частности, направлены и на развитие фармацевтического кластера в Северной столице. И здесь нужно напомнить, конечно, слова губернатора Георгия Полтавченко, который уже заявил, что если в этом году 118 миллиардов рублей инвестиций, то в прошлом году объем общих контрактов был всего 40 миллиардов, то есть рост в три раза. И поэтому, как заявил городоначальник, форум, можно сказать, состоялся, но и с этим трудно поспорить. Вот такие, пожалуй, Дмитрий, результаты и этого дня, и всех трех дней здесь на Петербургском экономическом форуме, который впервые, кстати, за 20 лет проходит теперь уже на новой площадке в Шушарах в Экспо-форуме, а не в Ленэкспо, где жители Васильевского острова, ну, наверное, еще за последние 19 лет привыкли наблюдать за тем, как вершится буквально под их окнами большая политика и большая экономика. Но вот теперь, пожалуй, впервые в этом году вздохнули с облегчением. Продолжение следует...